Железнодорожников ожидает рост зарплат и обновление подвижного состава. Руководитель Укрзалезницы заявил об этом в Харькове. Вместе с губернатором этой области он встретился с сотрудниками Южной железной дороги. О чем они говорили, знает Светлана Шакера. Исполняющий обязанности руководителя Укрзалезницы приехал в Харьков инкогнито, как простой пассажир в поезде Оберих. Говорит, хотел посмотреть на работу железнодорожников. Сделал выводы. На общем собрании Евгений Кравцов сообщил, по просьбе главы облгосадминистрации восстановят маршрут Харьков-Лазовая, который проходил по Близнюковскому и Боровскому районам. Он не кончил потребность для жителей области и для жителей этих мест. Мы сразу приняли ответственное решение, я надавал доручение, и до конца месяца это получение восстановить. У нас на сегодня есть 100% поддержка с боку руководительства области. Это очень важно для такого великого предприятия, как Укрзалезница. Железнодорожникам Евгений Кравцов пообещал, в этом году и ждет повышение зарплат на 18%. Порадовал новостями и губернатор. Юлия Светличная сообщила, до конца года харьковские железнодорожники получат новые квартиры. С боку государства на сегодняшний день определяется великая колькость уваги щодо социального забезпечения. На Укрзалезнице также такой подход, и мы его поддерживаем. 20 лет строился дом для того, чтобы надать квартиры работникам Укрзалезницы. И могу вам сказать, что Певденна дорога за год будет иметь готовый дом. 110 квартир будут разданы всем тем, кто находится в Укрзалезнице. На приеме у главы области железнодорожники рассказали о своих проблемах. В городе Любатин, где живет 24 тысячи человек, срочно нужен второй мусоровоз. У нас один есть мусоровоз. При этом получается так, что в течение месяца всего два раза у людей собирается мусор. Не только у людей, так же само и у предприятий. А город Первомайский из-за старого коллектора и вовсе на пороге техногенной катастрофы. Система, построенная в 60-е, может не пережить весеннего паводка. Железобетонный свод коллектора практически разрушен. Канализационный коллектор проходит под железнодорожными путями, что может привести к нарушению безопасности движения. То есть при его порыве или размыве железнодорожного полотна. То есть, опять же, все эти нечистоты, которые собираются на очистную станцию города. Глава Харьковской облгосадминистрации заверила Первомайцев, деньги выделены и как только потеплеет, на коллекторе начнутся восстановительные работы. Светлана Шекира, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.